Вот не получается каждый раз так хорошо, идеально нарисовать стрелки. Не знаю, как передается через камеру, но вот я смотрю в зеркало, вроде бы, вроде бы одинаковые стрелки. Но, как всегда, все равно одна потолще, другая покороче. Вторая подлиннее. Нанесла блеск, девчонки. Я кайфую от этого блеска. Шик! Вот у меня прям рука к нему тянется и тянется. У меня уже здесь вот четверть нету средства. Сегодня использовала новый тональный крем. Хотела снять до и после, но что-то тут у меня не заладилось. Вот этот тональный крем нанесла. Хочу сказать, что ровное покрытие. Единственное, чуть-чуть, немножечко. Для меня это темноват тон, но ничего, в принципе, ничего страшного. Немного отличается. Видите, шея. Я не очень люблю наносить на шею тональный. Признаюсь, не люблю. Вот. Хороший тональный. Такое среднее покрытие. Ну, плотненькое. Но, конечно, с какими-то такими серьезными синячками или воспалениями не справится. На 100% не перекроет. Но прям хорошо выравнивает он. Еще этот тональный оказался водостойкий, как я прочитала. И он больше, мне кажется, даже подойдет вообще для любого типа кожи. Но вот для жирной прям будет хорошо. Не с таким сильным сиянием, увлажняющим финишем. Что-то среднее между матовым и увлажняющим покрытием. Поэтому, я думаю, для жирной кожи тоже идеально подойдет. Вот. Я сейчас куда хочу? Я хочу у Макс. Я только что проводила его на занятия. Я хочу дойти до Валберес в домашнем. Нифига не буду переодеваться. Девчонки, у кого так бывает? Напишите. Надену просто куртку. В принципе, под курткой не видно, что я в домашнем. Тут рядом. Блин, нехота мне переодеваться, если честно. Уже вообще хочется. Знаете, Макс говорит, мам, когда будет тепло, уже надоело, как на Северный полюс одеваешься. Мне нужно забрать корм для Ричи. И я заказала себе комбез. Вот черный у меня, который я показывала. Я хожу на занятия в нем. Я заказала такой же голубой. Ну, как синий-голубой. Точно-точно такой же, просто другого цвета. Так, чтобы был на сменку у меня. Сейчас его тоже заберу. Чтобы вы понимали. Это я пришла, поставила, переодеваюсь. Он уже залез в пакет. Ричи, куда ты полез? Это как будто в детстве. Приходила мама. И мы, что ты купила? Вот он, залез. Куда ты полез? Давай, давай. Глянь, зацепился. Сейчас покажу вам, что взяла. Заходила еще в магнит. Продуктовый магнит там купила. Ну, по мелочи. Надеюсь, нормально будет видно. Не стала я брать лампу, потому что вечно засвет от нее какой-то. Давайте покажу, что в магните взяла. Я чек, единственное, не взяла, но вышла на 1160 рублей, потому что я карты платила. Сыр чабан российский. Взяла вот такую смесь. Бондюэль, бок, овощи по-азиатски, но, скорее всего, из нее сварю суп. Не как гарнир, а сделаю суп, да. И взяла вот такую смесь. Повторяю. Девчонки, очень хорошая. На завтрак. Ну, тут, в принципе, и написано. Итальянский завтрак я прям делила на 2-3 раза. С яйцами пожарю. Вот такая смесь. Вот такое рагу взяла. Не знаю, именно вот такое первый раз беру. Это тут, в принципе, ничего такого нет. Мясо на кости. Хочу бульон сварить и суп сделать. Ну, это я воду пила. Пустая баночка, некуда было выкинуть. Я ее в пакет бросила, не было. Ну, так и. Хлеб взяла вот такой нарезной, серый, Тиборский хлебокомбинат. И что здесь? А, Макфа гребешки. Гребешки очень редко беру, но они были по скидке взяла. И две упаковки. Черри. Очень вкусные. Мы брали уже в магните. И масло. Сейчас вот чаще всего беру вот это. Брест-Литовск. Пока нравится больше всего. Вот сколько брала. И наша брала, в принципе, тоже неплохое. Но это очень хорошее. Так, Ричи взяла корм. Здесь 20... Так, сколько здесь? Я уже не помню. 26 штук, что ли? Да, 26 штук. Вот такую упаковку мы берем. Проплан. Для стерилизованных. И себе взяла точно такой же, как у меня черный, только вот в таком цвете. Надеюсь, вам видно. Но на самом деле он чуть светлее, чем передает камера. Он посветлее. Но я потом, когда на тренировку надену, покажу вам. Размер S у меня. Хорошее качество. Плотное. Нравится. С швы ничего не разошлось. Единственное, знаете, что... Здесь я уже когда смотрела. Вот такая небольшая. Не знаю, будет видно или нет. Вот видите, затяжечка. Ну, я уже не стала из-за нее делать возврат. Думаю, ладно, я все равно сверху, в принципе, футболку надеваю. И сюда вышла в прихожую. Немножечко вам пожаловаться. Уже не первый раз. Мне попадаются такие покупатели. Знаете, вот пробивают им товар. Они держат пакет в руке. Было такое, что вообще пакет еще не берут. И стоят. Смотрят, как кассир пробивает товар. Все складывают на кассовой вот этой ленте. Вот этот накопитель. Кассир стоит, стоят, стоят. Кассир называет цену. Они начинают искать, доставать кошелек. И только после этого, когда уже расплатились, кассир уже берет товар другого покупателя. Они начинают только все складывать в пакет. Ну, что такое? Ну, пока она пробивала. Ну, можно же в пакет все сложить. Вот ты стоишь, ждешь, пока все в пакет соберут. И не можешь свой товар собрать, потому что занято все. Блин, не могу. Ну, меня это бесит, честно. Возможно, вы, может быть, подумаете. Блин, ну и что здесь такого? Что ты на это внимание обращаешь? Ну, как бы задерживаю других покупателей. Ну, а что стоять просто так? Собираю в пакет. Блин, расплатился и иди. Не могу. Пожаловалась я вам. Я опять на кухне, опять варю суп. Да, сегодня у меня из мяса, не из тушенки, варится бульон. Делаю зажарку. И у меня будет, я его уже как-то варила, вот такой президентский суп. Девчонки, классные замороженные овощи здесь. Чем-то больше напоминают, но опять же скажу, это не больше. Я, кстати, недавно такое же варила. Решила повторить. Все, будет суп. Раньше я супы не готовила, когда работала. Ну, так часто не готовила. Очень редко готовила, потому что, ну, не было времени у меня. Муж вообще первого не ест. Мы с Максом любим, но я не успевала. Уставала, короче. Сейчас дома сижу, не работаю. Видите, домохозяйка. И поэтому готовлю супы. Какая тачка классная стоит. Мы приехали с мужем. Масло меняем. У меня такой вид, корни, корни мои. Посмотрите. Это просто какой-то трэш. Нам сегодня будут ставить домофон. Да, сейчас поедут, должны к десяти будут приехать. Ой, сколько мы с соседкой, блин, боролись с соседями. Вы просто не представляете. Я вам потом расскажу. Прикольно, оказывается. Я мужу говорю, а сколько замена стоит? Он говорит, нисколько бесплатно. Я говорю, почему бесплатно? Он говорит, ну, мы у них в магазине покупали все масло, фильтры. Они как-то взаимосвязаны. В общем, если покупаешь у них в магазине, то замена как бы считается бесплатной. Сижу, пью дома кофе. Такой небольшой перерывчик. Устанавливают сейчас телефончики пока по этажам. Мы с девочкой ответственные за это. Собирали деньги, ходили по квартирам. В общем, вот оно мне надо, да. Здесь когда-то вообще в этом доме стоял домофон. Вот, стоял домофон. Но мы еще тогда здесь не жили. Это в далеком прошлом было. И когда вот мы по соседям начали ходить, говорить, что хотим установить домофон и камеру на входную дверь подъездную. Некоторые квартиры, особенно такие постоянные жильцы, которые здесь живут, они начали нам рассказывать историю, что когда-то здесь тоже стоял домофон. Даже вот еще телефончики в некоторых квартирах сохранились. Что этот домофон сломали. Какой-то жилет сломал. О какой причине, мы не знаем. Говорю, это было очень давно. И у них как бы такое недоверие. Вот мы сейчас опять установим и опять его сломают. Ну, понятное дело, что это, во-первых, было давно. Во-первых, почему человек за это не ответил, кто сломал. Хотя жильцы знали. Тоже странно для меня. Этот человек уже здесь давно не живет. На что я объясняла. Вообще, если ссылаться на вот эти прошлые поступки людей, ну, пылесосы тоже ломаются. Тогда можно просто купить веник и веником подметать. Зачем пылесос нужен? Мы должны, как бы, соседи, прежде всего, уважать себя, свой комфорт, чтобы не лазили. Потому что очень много посторонних заходит. И вроде бы, как бы все, сдали все. Но есть, конечно, квартиры, на которых мы не достучались. Стоят пустые. Это не так много. Так вот сегодня вот устанавливают уже домофон. Так что будет домофон. Надеемся, что не сломают. Для этого вот и ставим камеру, чтобы это все контролировать. Посмотрим. А так вот жильцы прям боялись. Они говорят, вот мы сейчас опять деньги вложим. Опять его сломают. Для меня вот это прям странно. Кто сломал? Почему сломали? Почему человек не понес за это ответственность? Во многих домах стоят домофоны. У всех ключики как бы. Вот, конечно, это странно. И вот пока мы с девочкой, мастер там ставит вот телефончики, мы... Она спустилась к себе. Я к себе дома пойду, кофе попью. Я еще сегодня проснулась с ужасно больной, тяжелой головой. Не знаю, что такое. Плохо спала. Поздно еще легла. Короче, мне нужно кофе. Мы приехали на шиномонтаж. Здесь есть такая услуга. Можно хранить резину. Тысяча рублей. Блин, плохо слышно. В общем, кому негде хранить резину. Удобная такая услуга. Тысяча рублей за сезон. В принципе, это прям хорошая цена. Закончила видео рассказом про домофон. Но сначала покажу покупочки. Мы ездили, закупились. Потом расскажу дальше. Ричи взяли вот такой корм. До этого я показывала его в рассыпном виде. Мы на пробу брали. Вроде бы ничего. Начал кушать. Здесь более натуральный состав. Конечно, он его сначала не признавал. Но сейчас вроде бы как бы есть. Взяли вот такой. Это наше российское производство. Так, и заезжали в пятерочку. В принципе, ничего такого. Так, закупились дома. Есть, ну то, что позаканчивалось. Так, муж так завязывает пакеты, что потом не могу развязать. Вот, что попадает. Цены буду подписывать. Туалетная бумага. Зева. 12, ой, да, 12, что будет. Так, яйца. Яйца вроде бы как были по скидке. Это С2. Надеюсь, видно, что я показываю. Вот так, да, вижу. Чай Кёртис. Был только в зеленом. Зеленый, вернее, черный. Поэтому взяла вот такой Ахмат. Колбаса. Вязанка. Это филейская. Сахар. Сколько там, не знаю. Молоко Чабан. Так, 2,5% сыр Чабан. Взяли его, потому что брест Литовский, который берем чаще, он был без скидки. Взяли попробовать в пятерочке вот такого цыпленка табака. Производство Благояр. Не знаю, попробуем. Он уже здесь в соусе. Посмотрим, в общем, первый раз такой взял. Муку. Муку обычно беру Макфу. В пятерочке не было. Поэтому взяла вот такую селяночку. Блин, ну, как раз масленица. Да. Муж ухватил шоколад. Натс. Два батончика. И вот такой Риттер Спорт с цельным лесным орехом. Так, что здесь еще? И сок. Яблоко, вишня. Сады Придуни. Кофе закончился у мужа. Повторяет он его. Понравился, говорит, вкусный. Берет. Что здесь еще? А, и масло. Масло Чабан. Брест Литовск не было в пятерочке, поэтому Чабан уже, кстати, подтаяло. Все, вышло, по-моему, на 2400, если я не ошибаюсь. Ну, подписывать буду цены. По поводу домофона. Нам его не установили в тот день, когда я рассказывала. Уже следующий, кстати, день. Почему не установили? Телефончики повесили во все квартиры. Кто хотел телефончики, мы не стали себе вешать телефончик. В принципе, к нам никто не ходит. Он нам и не нужен. И там какая-то у них загвоздка получилась. Что-то там нужно было то ли спилить, то ли установить. Мы не поняли. Поэтому они должны будут прийти и завтра приехать. Надеюсь, что установят. Еще камеру тоже не установили. Мастер заболел. Тоже должны будут установить на неделе. Как бы вот так вот, да. Что ты сидишь? Что ты сидишь? Как на паспорт. Сфотографировать тебя можно. Сиди ты сам одним ухом слушай. Что же там происходит в другой комнате? Ричи. Что ты сидишь такой серьезный? А? Где твои птички? Куда ты их засунул, чтобы мы их найти не можем? Уши, уши. На его уши. Как антенны в разные стороны. Суматошный день сегодня. Я тут с вкусняшками еду на покраску. Блин. Жду такси, опаздывают. Смотрите, я в куртке. У нас очень тепло. Покрасили корни, потому что они у меня хуже всего берутся. Седина такая прям мощная. А потом будем всю длину менять цвет. Как я вам покрасили? Теперь по всей длине ждем. Посмотрим, что получится. Вуаля! Как вам? Сейчас прям очень большое видно. К свету. Короче, вот такой, да. Красивый шоколадный цвет получился. Мадина, молодец. Зашла сейчас, купила умывалку для лица. Потому что закончилось два дня. Еле-еле выдавливаем. Думаю, блин, нечем будет умываться. В Литуаль зашла. Там как раз скидка была. И на Валберис. Сейчас покажу, что забрала. Кстати, как вам мой цвет волос. Он, конечно, немного темноватый получился. Но, в принципе, он подсмоется и нормально будет. Взяла вот такую умывалку. Первый раз беру. Бренд Итскин. Но с этим брендом корейским я знакома. Но умывалку такую не брала. Такая с гиалуроновой кислотой. Ну, не знаю. Хорошей нет. Будет посмотрим. Защитная такая мембраночка. Так. На Валберис забрала вот такие накладки для сухой мозоли. Здесь их очень много в комплекте. Чтобы вы понимали, вот я заезжала в ортопедический магазин. У нас здесь. Так, сейчас я хочу просто вам показать. Вот эта упаковка стоит 200... 230, по-моему. Точно не помню. В ортопедическом вот такая одна пластинка. И то, там меньше вот этих накладочек. Стоит 800 рублей. Представляете? Я подумала, какая разница. Мне главное, чтобы не натирала. Закажу, повторю, на Валберисе. Их хватит надолго. Они здесь разной формы. В принципе, не важно, все подходит. И заказала спарку. Спарку. Спарку от Шик. Очень хотела. Да, но так это я ищу чем открыть сейчас. Я подписана в телеграме на канал Натали Шик. И вот мне прям захотелось. Таких блестящих пенюшек. С мокрым эффектом. У меня когда-то были от Ева. Но у меня сейчас вот эти. Но они все равно не такой эффект, как был. Не знаю, посмотрим. Я, конечно, сейчас их не буду наносить. Так как у меня... Блин, что у меня здесь кофта как-то было? Я даже не проверяла. Надеюсь, что они целые. Не стала открывать там. Так. На руку все равно сейчас сделаю. Нанесу их. Такая коробочка. Вот такая вот. Я что-то в сторону показываю, потому что я себя не вижу. Ой, целый. Ой, как они блестят. Смотрите. Вот такие. Так. Нифига, как они мерцают. Так, надеюсь, вам видно. Сейчас я хочу... Давайте кисточкой, чтобы рукой не лазить. Попробую нанести. Ой, да, они с таким прям мокрым эффектом. Ой, как они блестят. Девочки, посмотрите. Блин, вот как нанесла. Теперь я не знаю, как показать. Так, вот, смотрите. Надеюсь, видно. Вот все равно телефон так не передает. Но очень-очень красиво блестят. Смотрите. Прямо пере... Вот в реальности я вот сейчас смотрю на свою руку. И на картинку в телефоне вообще отличается. В реальности прям мерцают, как будто такой мокрый эффект. Очень красиво. Действительно. Так, что ты залез? Уф, Рича уже сюда пришел. Сделаю макияж с этими тенями. Ой, как они мерцают. Девчонки. Не знаю, как показать. Реально очень мерцают. Все. Макияж, следующий макияж. Сделаю этими тенями. Хочу поделиться по поводу домофона. Забыла, забыла рассказать, чем все-таки это все закончилось. О, Господи, я просто в шоке с людей, как люди могут себя не уважать, не любить. Я говорила до этого, в начале видео где-то, что здесь когда-то сломали домофон. Суть в том, что сегодня нам его уже установили, закрыли дверь. И мастер сказал, дверь на распашку не открывать, потому что доводчик может не выдержать и сломаться. Уже кто-то открутил этот доводчик, болтик выкинули в подъезде. Мы просто в шоке, что за люди, блин. Я делала опрос в телеграм-канал, спрашивала, напишите вообще, как у вас это происходит, у кого стоит домофон. Я не понимаю одного, что с людьми вообще происходит. Неужели вам не хочется жить в комфорте, в спокойствии, в чистоте? Просто бесит, не могу, блин. Просто нам еще не установили камеру, вот ее должны завтра вот установить, вроде как две камеры. И уже, я думаю, что будет все в порядке. Напишите, пожалуйста, как у вас, вот если в вашем доме стоит домофон, ломали ли его когда-то, выдирали ли провода, вообще кто это делал, ответили ли люди за это. Вот мне просто очень интересно. Ой, да. Как это все? Вот так вот. Ну что, буду на этом с вами прощаться. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если не подписаны. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за добрые слова. Всего-всего вам самого хорошего. Мира нам всем. До новых встреч. Пока-пока.